Продолжение следует... Ну, столовка, скажем так. Место, куда люди с достаточно небольшим доходом могут на октябре прийти с семьей и поесть. Вы платите за вход 15 долларов и набираете все, что хотите. Понятное дело, что Америка, страна с точки зрения обычного российского патриота, милитаристическая и так далее и так подобное. Но все продукты, которые вы сейчас здесь видите, это все, собственно говоря, произведено в США. Очень только небольшое количество фруктов импортное. В принципе, я говорил, все морепродукты, мясо, мучные изделия, все это все, собственно говоря, американская продукция. Крабы тоже выловлены или в Атлантике, или в Крабы. В принципе, говорят, все продукты, которые вы сейчас видите, это все сделано в Америке. Называется, что не это мнение. Почему Россия, которая является большей первой страной в мире, не в состоянии производить... Подобную продукцию, кстати говоря, она умывается тремя даже океанами. Атлантикой, пихим океанами, серным ледовитым. Это, кстати, домашняя ветчина. Макароны изделия из муки первого сорта. А там, кстати, криверчики в кляре. Идем дальше. Вот такие замечательные шашлычки из курицы. Крабы, наггетсы, луковые кольца. Вкуснятина, смотрите. Вот это вот гребешки. Кто не в курсе, что такое гребешки есть? Это такие моллюски. Кстати говоря, в Тихом океане они водятся. Почему их нет у российских горебителей? Ну, вопрос задать Путину. Они, кстати, здесь в такой панировке из кокосового молока. Это жареные бананы. Ну, а это у нас десерты. Еще раз повторю, для тех, кто не в курсе. Платье всего лишь 15 долларов. И овниками все, что вы можете съесть. Сидите хоть сейчас, хоть два, хоть три. Из даже метра. И никто по Америке не объявляет, что Америка переходит на военные рельсы. Пока, кстати говоря, ходил, принесли новых крабов. То есть, было понятно, что это не раз, вот принесли порцию и все, закончилось. Буквально раз в 5-10 минут приносит обновление, да. Ну, и с моей стороны, было бы средство не показать изобилия суши. Вот, задаюсь вопросом, почему Россия омывается аж тремя океанами, а рыбы, как бытовой, россиянин не видит. Куда вся рыба уходит? Вот такой буфет. А, уже уходя, забыл, что не снял закусочки холодные. Да-да-да-да-да, как же забыл про холодные закуски. Это готовые салаты Цезарь, а вот это вот, такие перченые, замаринованные осьминоги. Ну, и, естественно, клап креветки. Вкуснейшая вещь, с соусом, со специальным, прямо с льной можно зайти. Замечательно, очень хорошо выбор. Тема нашего сегодняшнего видео, заявление Путина, которое было растиражировано всеми возможными интернет-СМИ неделю назад, о том, что Россия встает на военные рельсы. Уже, не знаю, только слепые и глухие не начали троллить это сообщение, пытаясь понять, какие такие военные рельсы собирается производить Россия, куда она их собирается прокладывать. Вообще, как я и ранее говорил, в октябре месяце, осень – это период различного рода мозговых обострений и всяких разных заболеваний. И то, что происходит в России сейчас, я вот смотрю практически каждую неделю русскую службу в BBC, другие новостные сайты, уровень маразма зашкаливает. Такое ощущение, что читаешь не новости, а какую-то, не знаю, сводку из дурдового. Я хотел бы более подробно осветить вот эту тему с военными рельсами, потому что очень странное какое-то заявление, противоречащее всему, что происходит. То есть, как бы, в принципе говоря, то, что Путин мог такое заявление сделать и раньше достаточно сделать это заявление, это не явилось для меня сюрпризом каким-то. В принципе, ожидаемо было, что рано или поздно такое заявление должно было было озвучено про военные рельсы, про все для фронта, все для победы. Но давайте посмотрим на вообще картину происходящего. Субтитры сделал DimaTorzok Сразу же после этого заявления Шойгу рапортует о том, что с отделом покончена война в Сирии выиграна. Потом Путин заявляет, что он собирается баллотироваться на пост президента. Возникает резонный вопрос. Если с Сирией все покончено, все выиграно, с кем тогда Россия собирается воевать и на какие рельсы она собирается вставать. Понятное дело, что на носу выборы. Необходимо создать какой-то президенту имидж. А тут скандал с этим рутением, прочая какая-то неразбериха начинает происходить. То есть необходимо сделать какую-то маленькую победоносную войну. Но вопрос, с кем воевать? С Украиной вроде бы происходит даже встреча на высшем уровне. Лавров вроде бы собирается встречаться с украинским представителем в Европе, на нейтральной территории. То есть по всей вероятности будет вестись какой-то диалог о нахождении каких-то компромиссных решений. И тут военные рельсы. То есть непонятно, с тем Россия собирается воевать. Если проанализировать, что происходит вокруг России, ну потенциальных агрессоров крайне мало. То есть можно записать потенциальные агрессоры Беларусь, например. Можно потенциальные агрессоры записать Казахстан. Можно записать какую-нибудь страну из Прибалтики. Так, чтобы не накладно было вести боевые действия. У нас с Прибалтики тоже непонятно. Прибалтийцы вроде очень близки к НАТО. С ними очень опасно воевать, казалось бы. С Казахстаном тоже не все легко будет, наверное. То есть Гондурас находится крайне далеко. Опять же, кто будет воевать? И каким образом все это будет происходить? Наверное, сегодня этот мест был предназначен для людей, скажем так, инакомыслящих. Потому что под вот такую тему, связанную с все для фронта, все для победы, это напрашивается такой вывод, что вполне вероятно, если товарищ Путин собирается идти на очередные президентские выборы, то, скорее всего, под эту лавочку можно объявить военное положение. Если бы была такая маленькая победоносная война, и все, никакие выборы не нужны, не нужно устраивать весь этот цирк, тратить на это деньги. Все, пожалуйста, военное положение. Президент становится верховным главнокомандующим и генералиссимусом, наместником Бога на земле по совместительству, и все, вперед с песнями. Не надо больше ничего придумывать. Все. Можно дальше пожизненно править до тех пор, пока ведется эта маленькая победоносная война. В принципе, все логично. Если это делалось для того, чтобы иметь официальные резонные основания для усиления борьбы со своим собственным населением, которое имеет другую точку зрения, чем официальная, тоже, в принципе, все объяснимо. Раз военное положение, значит, можно без суда и следствия людей сажать. Можно отнимать их неимущество. Кстати говоря, кто забыл, если у кого дорогая иномарка, полноприводная, она, как, например, в доброе старое советское время, подлежала постановке на учет, с тем, чтобы в военное время власть могла эту машину взять в пользование и на нужды фронта ее использовать. Так что те, у кого дорогие джепы, особенно Хаммеры или еще какие-то такие серьезные модели, господа, серьезно подумайте о том, что вы можете своих машинок лишиться. Ну и, собственно говоря, это касается любого имущества, которое может быть конфисковано или отторжено в пользу государства. Это может быть и земля, это может быть какие-то средства производства, какое-то оборудование, в том числе, в первую очередь, касается какого-нибудь прецензионного оборудования, высокоточного, какие-то технологические установки. Это все тоже может быть обоснованным образом, а изъято, опять же, по причине того, что это необходимо для обороны. Ну и, соответственно, без суда и следствия можно посадить кого угодно, назвав его шпионом. То есть шпионом, в принципе, уже и так людей называют и находят внутренних врагов и агентов иностранных государств. Но в данном случае все это можно будет делать гораздо быстрее и прозрачнее. Относительно вооружения, которое есть в Российской Федерации, ну, тут у меня вся эта ситуация вызывает скепсис. Понятное дело, что у меня практически не бывает недели, чтобы какой-нибудь полоумный патриот не вылез на моем канале и не написал бредятину, что у России самые мощные ядерные ракеты, самые быстрые и глубокие подводные лодки, самые быстрые и тяжелые танки. Это все понятно. Но в основном все это наследие, которое эксплуатируется в России, это все осталось со времен Советского Союза. Принципиально ничего нового произведено не было. Особенно если это касается какого-то серьезного вооружения, если это касается серьезных каких-то кораблей, если это касается серьезных подводных лодок или серьезных самолетов, на текущий момент Российская Федерация просто не располагает ни мощностями, ни технологиями, ни персоналом, чтобы это производить. Как бы она не хотела произвести еще десяток лишних Ту-160-х или там парочку подводных лодок Квас-Тайфун, на текущий момент Россия просто не может это сделать, потому что технологии утеряны. Не могут они это сделать. Так же, как не могут воспроизвести большинство межконгинентальных и стратегических ракет, опять же, технологии утеряны. Оружейные плутонии тоже России больше не производятся, и с делящимися материалами тоже все негладко. Насколько я знаю, что Россия сейчас вынуждена как раз закупать эти делящиеся материалы для оружейных нужд, что за границей. Вот, то есть, ну, странная получая ситуация. Да, понятное дело, можно штамповать автомат Калашников, можно штамповать какие-то вещи, которые еще Россия в состоянии производить, но назвать это серьезным переоснащением армии крайне сложно. Если в Америке сейчас реально идет переоснащение армии, все переходит на концепцию беспилотников, на высокоточное технологическое оружие последнего поколения, где уже решающее слово будут делать не солдат спецназа, которые пойдут волной, не танковые клинья, решать будут беспилотники и сверхточное гиперзвуковое оружие или какие-то другие технологии, то России дайте технологии как до Марса. Хочу в связи с этим услышать ваше рассуждение, потому что конечно очень много людей уже в интернете протроллили эту тему. Понятное дело, что просто так заявив о том, что все для фронта, все для победы, но не придумав врага, властям будет достаточно сложно объяснить глубочайший экономический провал, который в стране намечается, потому что я практически каждый день читаю ваши комментарии из разных регионов, из разных городов и наводит на грустные мысли. Люди каждый день сталкиваются с тем, что ухудшается уровень продуктов, питания, ухудшается уровень их жизни, уменьшаются зарплаты и нужно какое-то обоснование найти. Понятное дело, что власти хотят вот этим вот заявлением отвлечь население на другие совершенно мысли и тогда уже можно будет обосновать, что нужно еще потерпеть во имя победы великой и все будет замечательно. Тогда хотя бы имеет смысл властям придумать какую-то маленькую победоносную войну, найти вот этого самого врага. Но я пока сколько не пытался проанализировать, врага такого найти не могу. То есть если рассуждать мыслями, которые думал бы Путин, такого легкого и доступного врага, с которым можно было долго и упорно бороться, на текущий момент уже нету. Сильнее покончено. Такой был удобный удачный враг, и опс отрапортовались, что все с Идилом все покончено. Ну то есть придется тогда срочно генералам и в том числе Наншойгу ломать голову кого в роде назначить, потому что в противном случае такое заявление просто окажется пшиком. Ну или очередным таким предвыборным блефом. за Сим откланяюсь, хочу почитать ваши комментарии относительно этой темы. Игорь Негода